Это Варшава. И там, сзади меня, находится один из хостелов, в котором живут украинские парни, приезжающие сюда на заработки. Валера – один из них. Скажи, тебя зовут как? Валерий. Валерий. И откуда ты сказал? Запорожская область. Ну а какой город-то? Из села. А, из села, да? А семья большая? Нет. Ты один у родителей? А родители чем занимаются? Родители? Ну мама – это дома хозяина. А папа? Нету папу. Нету папу? Вы с мамой живете, да? А мама просто, она не может найти работу? У нас своё хозяйство. А лет тебе сколько? Двадцать. А ты вот вообще как? Маме помогать будешь, да? Давно ты вот в Польшу ездишь? Второй год. Второй год. А образование какое-то есть у тебя? Механизм-тосвета. То есть ты закончил какое-то училище там, да, у себя? Да. А здесь кем работаешь? На стройке? И что делаешь? Всё подряд? Или какая-то всё-таки есть специализация? Всё подряд. Подряд. Это для подсобия. Ну молодец какой. Вот видишь, какой мама хорошего помощника вырастила. Вы как работаете? Входные есть у вас? Или стараетесь сами побольше работы брать? Во-первых, я сюда приехал по безвизу. У меня мало времени, поэтому я работаю всегда, когда есть возможность. А что значит по безвизу? То есть, у вас вот все будет. Украине, Украине, Порошенко, сделан безвизовый режим, спустя два года, когда стал президентом, но обещал на первый год. Ну, тем не менее. Белый безвизовый режим, и все украинцы теперь могут сделать себе за гран-паспорт биометрический. Могут печатать пальцы, и могут на 3 месяца, на 90 дней, бежать в Европу как туристы. В любую страну Европы, или только в шенгенские страны? В любую. В любую, да? Ну, я работаю. И вот вы, значит, сюда приезжаете как туристы, и три месяца пашете. И, допустим, вот у тебя закончилось 3 месяца, ты едешь на Украину, ты можешь сразу сделать еще на 3 месяца? Или это раз в год? Коридор, коридор существует. Какой? 90 дней это был, у тебя коридор 90 дней, и ты не умеешь право езжать в Польшу. Угу. То есть, я приезжаю, мне нельзя, мне ставят, все, ставят, я выехал, все, я успел, если опаздываешь, даже хоть на час, на 2 часа, штраф 100 злотых, или даже 100 злотых, да, 100 злотых, и депорт ставят на полгода, и ты полгода не можешь ехать в Польшу. Угу. То есть, получается, что сейчас, как бы, полгода в год можно работать, ну, ходить за границей? Да. Да, да. А остальные полгода, вот, ты приезжаешь, и которые ты там должен пробыть в Украине, ты там ищешь работу, да, на Украине? Да. Я... Да нет, у меня свои работы дома хватает. А, или дома там, по хозяйству занимаешься. У нас сад черешня, сад черешню сдаётся, сдаём черешню. А куда сдаёте? Государству или... Нет. Частникам? Частникам, они на своих рынках. Когда-то, когда были нормальные отношения между Украиной и Россией, приезжала Москва. Ты мне как в пресс-конференции, а спокойно, зими себе и не покушай. Да, я что здесь? Он, вот, спокойно, рассказывает очень интересно своей жизни. Приезжали участники из Москвы и брали черешню. Угу. И продавали там, в Москве, на рынках, около того точек. А сейчас не приезжают? Сейчас не приезжают. Мало кто приезжает, те, кто поддерживает связи. Мало, много кто бросил это дело. А постоянно знают, что это такое. Знают про нашу черешню, что... Да. Черешня это, как бы, у нас это все. Это у нас самая лучшая черешня. Самая лучшая почва для этого дерева. Да? Ну, куда вы уточним это? Где? Еще раз скажи. Запорожская область, Мелитопольский и Якимовский район. Это столица нашей черешни. Черешня. Ага. Там все. Много сортов звали в детстве этого города. Там где-то сортов. Называть или не называть. Ну, вот видишь. Хоть как природа вам помогает, да? Да. Что-то хорошо, что-то плохое. Допустим, фермира жалуются, что у нас плохая земля, пшеница, подсолнух. Плохо растет, да? Плохо растет, потому что грунта мало. У нас песочная основа. А в западной, да, допустим. В западной Украине там грунт сильный. Там чернозерна много, черешня там, наверное, плохая, потому что черешня предпочитает кусок. Ну, какой ты молодец, все знаешь. Хозяин. Да. Ну, видишь, это окажется так. Наши предки, похоже, так и выживали. А еще у вас что в хозяйстве? Абрикос. 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 Абрикос и дыня. Ого. Абрикос, дыня и отбуз. Ну, а дома так для себя еще какая-то скотина, наверное, да? Ну, да, все в основном держат. Ну, все украинцы свиней держат. Как это, украинец. Ну, все лежали без свиней. Без сала. Без сала, да. Без сала, да. Снова. Жизни. Да? Да. Я тоже сало люблю. Ну, да. А мы же одна нация какая-то. Это еще одна нация. Украинец и россиян. То, что любят, то, что любят. Ну, любят они то, что и любим. Ну-ка. Хорошо, коль ты так думаешь. Я? Я не националист никогда не могу. А вообще? У меня на одну вторую родную. Ну, россияне. Но, корни из Томска. Это кто у тебя из Томска? Бабушка. Бабушка, да? Ну, ну. Понятно. Да. Так нам же не приезжают. Вот, допустим, недавно приехали. Женщина с Ноябрьска. Угу. Ну, понравилась и у нас. И она купила дом. Тебе живет с удовольствием там. Себе там полусадник там сделала. А Ноябрьска это где? В смысле? В России. В России. В России, да? В России, да. Она один раз приехала к ней в гости. Посмотрела. И там очень понравилось. И дружно все живут с ней, да? Никто ее не обижается. Да. Женщина хорошая. Всем всегда помогает. Всегда рада помочь. Заслуженный педагог России. Угу. Там ей этот. Да, у нее медаль есть. Этот. Диплом. С подписью, кажется, Путина. Угу. Или там министра образования. Такое почетное звание. Но она сейчас не работает, да? Нет. Она на пенсии. Она сделала себе медное жительство. И получает пенсию. Ну, с России присылали пенсию. У нее русская карта. И она снимает у нас в Украине свою пенсию с карты. Угу. Ну, живет нормально. То есть все дела. Историю не обижают. Мы не знаю, как в отличие от Запада. Ну, мы как нормально относимся к москвичам. Это знаете, как некоторые у нас националисты говорят. Ой, москали, москали. Ну, москали, москали. Что тут такого? Ты знаешь, я, например, когда была маленькой, у меня родители каждый год ездили мы отдыхать в отпуск. Именно на Украину. Под Черкасса. Такое село Лазевок. Там река Ольшанка впадает в Днепр. Вот. И мы дружили с местными детишками. И я тогда считала, что хохлы и москали – это что-то очень ласкательное. Мы друг друга и звали. Очень интересно было. Ну, вот такая реальная жизнь. Без жалоб, без причитаний, без похвальбы. Жизнь, как она есть. Одна из многих. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Одна из многих